Добро пожаловать в Библейскую субботнюю школу Церкви Адвентистов Седьмого дня города Сакраменто. Благодарим, что вы сегодня снова с нами, и надеемся, что и этот урок принесет вам новые познания и благословения. Если вам нравится изучение Библии и другие программы духовного содержания, подписывайтесь на наш канал, нажав колокольчик. А также делитесь своими мыслями и комментариями по темам, которые мы затрагиваем. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк, потому что таким образом вы показываете Ютубу, что передачи подобного содержания достойны распространения. Изучая предыдущие уроки, мы поняли, что миссия основана прежде всего на действиях. Действиях Бога. Божья миссия является движущей силой для всех видов миссии, совершаемых Церковью, и главным условием их успеха. На этой неделе акцент сместится с Божьей миссией на призыв сотрудничать с Богом и делиться Его любовью с остальным миром. Хотя основное внимание мы уделим человеческому аспекту миссии, все уроки следует изучать во свете предыдущих уроков, посвященных миссионерской инициативе Бога. Сегодняшний урок носит название «Божий призыв к миссии». И, как обычно, каждой теме предлагается памятный текст. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Какие вдохновенные и полные силы слова! А как вы считаете, понимали ли ученики Христа в то время, что их ожидает? Мне кажется, что они не то чтобы совсем не понимали, они даже не подозревали, что будет происходить и какими событиями великими будет наполнена их жизнь. В какой-то мере, может быть, они знали, что будет все сложно, потому что они видели, что произошло со Христом, да, и нужна была и отвага, и смелость, да, все эти качества, они были необходимы им. Но, думаю, что всей полноты у них не было понимания, что будет происходить. Ну, потому и Господь говорит, что вы примете силу, значит, силы у них не было определенной, которая нужна была для той работы, потому и действительно у них был и страх, у них были сомнения, у них были переживания. Ну, когда Дух Святой сошел в полной мере после 50 дней или в день Пятидесятницы, то мы знаем, что с того времени началась большая работа как бы с силой. Да, действительно, кому, как ни Иисусу, было знать, в каком состоянии находятся Его ученики. И хотя, конечно же, Он их готовил, и на них возлагалось великое служение, Он не оставил их одинокими, когда уходил. И Он дает им нечто большее даже, чем Он мог предложить, находясь только в одном месте рядом с ними. Он дает им силу Духа Святого. Вот мы говорим, что миссионерское служение, оно выводит людей из зоны комфорта. Почему это происходит? Потому что нам очень удобно, нам приятно быть в церкви, среди своих единомышленников, среди своих друзей и родственников. И тут нам нужно куда-то выйти. Выйти за пределы нашего дома, возможно, нашей церкви, кому-то за пределы страны. Сменить людей, сменить общество, поехать туда, где тебя никто не знает, или даже пойти туда, где тебя не знают. Это всегда сложно. Сложно даже в церкви подойти к кому-то, если кто-то первый раз пришел. Это не то, что уже говорить о том, чтобы идти и проповедовать, рассказывать. Я только хотела сказать, что иногда даже просто измениться самому, изменить свою точку зрения, свой взгляд по отношению к кому-то непросто. Нам удобно жить самими собой, такие, какие мы есть. У нас уже сложились какие-то отношения, какие-то взгляды, мировоззрения. И, конечно же, особенно когда человек взрослый, да и не взрослому, и подростку, ребенку ломать себя бывает непросто. Но вот интересно, что пособия по изучению тем на этот квартал вновь возвращают нас к Вавилонской башне. Вот интересно, как вот здесь перекликаются вот эти понятия нахождения в зоне комфорта с Вавилонской башней? Вот почему Господь все-таки разрушает план строительства Вавилонской башни, как вы считаете? Ну, как раз они и желали построить вот этот себе комфорт, ну, с той точки, как они видели. Вот мы построим вот эту башню, сделаем себе имя, и у нас будет все хорошо. Мы будем в зоне комфорта, и нас вода никогда не достанет. Вот давайте еще раз, извиняюсь, они считали, что они уже в зоне комфорта. Они как жили, так и живут, рядышком, все друг друга знают, им хорошо. Еще они хотели себе построить башню, чтобы уже убедиться в том, чтобы была полнота, убедиться в том, что потоп уже их не погубит, не коснется, они смогут спастись. Им уже было хорошо, хотя Бог им сказал рассеяться по земле, да. Вот давайте еще раз все-таки зачитаем Бытие, первая глава, девятый текст. Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда растел их Господь по всей земле. Какие аспекты противоречили Божьему плану во время строительства Вавилонской башни? Ну, я думаю, что в первую очередь они просто сделали вызов Богу, что они хотели сами, своими силами себя от каких-то бедствий оградить. И плюс вот как раз там и зародился, наверное, гностицизм, да, о котором мы знаем, когда человек стал надеяться только на себя, и он хотел быть таким, как Бог. То есть то, что сатана внушил еще Еве, да, продолжало жить. Вот эта полемика, вот это стремление быть такими, как Бог, она продолжала тогда жить и продолжает сейчас. Мне даже кажется, в какой-то мере они стали атеистами, потому что верующие люди, называется, почему верующие? Потому что они верят в Слово Божье, то, что Бог сказал, но они откинули, сказали, что мы не верим, что потопа больше не будет, потому мы строим, потому что они не поверили в Слово, которое сказал Господь. Ну и одна еще причина, я думаю, что то, что они восстали против Бога. Они не послушали Бога. То, что сказал им Бог, они решили сделать по-своему. Мы иногда тоже принадлежим к обществу, в котором нам приятно, комфортно и даже перспективно находиться. Но Богу приходится допускать в нашей жизни чрезвычайные обстоятельства, чтобы вывести из зоны комфорта, зоны привычных действий и зацикленности, чтобы мы росли, становились сильнее, мудрее, потому что последователям Христа нужно обладать многими качествами для выполнения его миссии. Возвращаясь вновь к истории Авраама, в чем же заключался урок его послушания Богу? Давайте зачитаем тексты «Бытие», 12 глава, с 1 по 3. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». В чем заключался урок послушания Авраама? В том, что он пошел, не зная, куда идет. Вот взять пример нас, когда мы ехали сюда. Мы знали, куда мы едем, кому мы едем, приблизительно знали, что нас ждет. Авраам пошел, вышел из своей зоны комфорта. Он жил со своей семьей в знакомом городе, там у него друзья были, наверное, знакомы. И тут он встает, собирает все, все свои вещи, свою семью, своих родственников, кто с ним пошел, да, и идет, идет не зная, куда, где он будет жить, на какой территории, какие там будут люди, что он там будет делать. Но он идет, он послушал голос Бога. И что самое главное, что он знал голос Бога. Я думаю, поэтому он и послушался, и пошел так спокойно. А что такое послушание вообще? Что нужно, чтобы быть послушным? Мне кажется, что в первую очередь нужно доверять. То есть, когда, допустим, мы требуем от своих детей послушание, вот аллегория такая или параллель, дети и мы с Богом, и наши дети, мы требуем послушание, если они нас слушаются, даже если они не слушаются, в первую очередь у них должно зародиться доверие к родителям, что если мама или папа так сказали, это 100% так. А если доверия нет, то послушания не будет никогда. Ну вот даже когда наши дети росли, я любила такую фразу им говорить, потому что мама так сказала. Даже такой был детский мультик, там про динозавриков, и там такой маленький любил бегать везде, и мама ему говорит, туда не иди. А почему? У него куча вопросов всегда было. А она говорит ему, потому что мама так сказала. И всё, я любила так своим детям. А нам нужно говорить, потому что Бог так сказал. Всё. Это очень такое детское послушание должно быть. Ну интересно, что раз Авраам услышал голос Бога, вот что важно, это значит, у него была практика общения с Богом. Это же не так, что он сомневался, а Бог это мне говорил, или может быть мне показалось, или кто-то мне нашептал что-то, или там на голодный желудок видение какое-то пришло. Нет, он абсолютно был уверен, что это голос Бога, и он имел привычку ему послушаться. Вот это очень важно. Вот Ирина говорила, да, что он знал голос Бога. Да. То есть у него были личные отношения с Богом, у него были тесные отношения с Богом. И забегая вперёд, да, когда он приносил, готов был принести в жертву своего сына, он не сомневался, что это Бог ему сказал. Хотя всё противоречило. Бог не такой, не мог Бог это сказать. И я думаю, что борения были страшные, но он знал чётко, что это сказал Господь. Он не знал, к чему это приведёт, зачем это нужно, но он знал чётко голос Божий. Он понимал, что это Господь. Да, пример Авраама является для всех нас яркой иллюстрацией ответа на призыв к миссии. Невзирая на своё благополучие и статус, Авраам просто поверил Богу и откликнулся на его призыв, проявив таким образом полное послушание и доверие. И Бог воздал ему так, как человеку невозможно было бы и представить. Он не только дал ему потомство, но и сделал участником своего завета, наивысшей точкой которого стало рождение миссии, который произошёл из рода Авраама. Помимо этого, уже при жизни Авраам являлся благословением для народов через пример обновлённой жизни, жизни, в которой центром являлся сам Бог. Особенно это проявилось, как мы уже упоминали, через послушание принести в жертву долгожданного сына Исаака. Когда Аврааму был показан план Бога послать людям заместителя, который умрёт за них, а затем и воскреснет. Этот план дал человечеству надежду на преодоление последствий греха и смерти. Вот такие глобальные последствия несёт на себе урок послушания выполнения своей миссии. Несомненно, жизнь Авраама достойна подражанию. Но всё же, всё ли гладко складывалась жизнь Авраама, даже после того, как он откликнулся на призыв к миссии? Мы можем найти ответы на этот вопрос в Бытие 12 главе. Это шестой текст и далее. «И прошёл Авраам по земле сей, до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи». Что происходит дальше? Бытие 12, с 10 стиха по 20. «И был голод в той земле, и сошёл Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришёл Авраам в Египет, египтяне увидели, что женщина весьма красивая. Увидели её и вельможи фараоновы, и похвалили её фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради неё, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было её себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми её и пойди». И дал о нём фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и всё, что у него было. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и всё, что у него было, и лот с ним на юг. Так, с какими же проблемами всё-таки столкнулся Авраам, уже будучи миссионером? Первое, с чем Авраам сталкивается, это был голод в той земле, в которой он поселился. И то есть это, как бы, скорее всего, там воды уже не было, или засуха, или то и другое, как бы, и ему пришлось идти в Египет, в ближайшую развитую территорию. Ну, и в Египте, как бы, другие искушения приходят. Он усомнился. Он усомнился в том, что Господь действительно может разрулить эту ситуацию, и стал рулить сам. Какую ситуацию? Ситуацию с женой. Он убоялся за свою жизнь, даже не за Сару. Ну, за Сару он вообще не боялся. 13-й текст говорит, что скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. То есть он, как бы, только за себя переживал в этот момент. Да, да. Он был таким же человеком, как и мы. Ему не чужды были слабости, какие-то переживания, сомнения, да. Но все-таки Бог все равно был с ним, не оставил его, заботился о нем, и о его жене. И Бог вывел его дальше. Да, вот это вот важный вопрос. Как же Господь все-таки относится к Авраму в этой ситуации? А так же, как и нам. Верующим все содействует ко благу. И как же она как блага подействовала? Даже если мы падаем, то каким-то чудесным образом, когда мы каемся, когда мы принимаем раскаяние, когда дух раскаяния касается нас, то Господь эту неудачу Он оборачивает в победу потом. И так достаточно часто по жизни. Ну, 16-й стих говорит, «И Авраму хорошо было ради нее, и был у него мелкий, и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды». Бог благословил его через фараона в этой ситуации тоже. Даже в той ситуации, хотя Аврам, в общем-то, по человеческим нашим понятиям, да и по Божьим понятиям, он не прав. Но тем не менее, вот поскольку Бог ему пообещал, он остается верен во всех обстоятельствах. Да, благодарю за Ваше высказывание. Конечно, эта история всегда вызывала очень много вопросов, но мы сегодня будем все-таки фокусироваться на истории и на жизни Авраама. И всякий раз, когда люди, читающие Библию, встречаются с очередной такой историей, им очень нравится смаковать жизнь и особенно неудач ливийских героев. Мол, посмотрите, да чем они лучше нас? Такие же слабаки и неудачники. Но знаете, практически вся Библия это история о неудачниках или лузерах, как принято сегодня говорить. Но суть в том, что эти люди не оставались на позиции лузеров. Они всегда вставали и шли дальше навстречу Богу. А Бог, в свою очередь, прощал и снисходил к ним. И, кстати, именно такие яркие, сильные, продуктивные личности и являются целью дьявола, чтобы дискредитировать Бога, чтобы выставить в негативном свете его выбор, чтобы разрушить его планы. Но, как написано в Бытие 3.15, в этой борьбе он может только жалить в питу, причиняя порой нестерпимую боль, а может даже и смерть. но он поражён голову, что говорит об окончательной победе над злом. И это ещё раз показывает нам, какой же добрый Бог. Он не отвергает своих слуг за ошибки. И, если даже подобно Аврааму мы, покаявшись, смиренно полагаемся на него, он может использовать нас в своей миссии. От истории Авраама мы перенесёмся в Новый Завет к времени Ранней Церкви. Скажите, что побудило Раннюю Церковь рассеяться? Это записано в Деянии, 8 глава с 1 по 4 текст. Саввул же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на Церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благодовейные и сделали великий плач по нём. А Саввул терзал Церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Удивительные обстоятельства. Их убивают, а они идут и благовествуют. Елена Вайт пишет, что кровь праведников это были семена, которые потом давали очень большие плоды. Точно так же было и в Средневековье. Тоже христиан убивали, но их кровь опять же была семенем. Из истории мы даже знаем, что евреи, которые убежали из Иерусалима, они практически дошли даже до Африки, как бы вот в этой северной стороне Африки. То есть они делали свои как бы ячейки во всех местах. Общины создавали. Общины создавали. То есть Господь, когда ты имеешь вот этот свет внутри, ты не можешь молчать, где бы ты ни находился. То есть если ты из-за таких причин можно сказать поменял свое место жительство, у тебя душа горит, у тебя какие-то близкие друзья погибнули за Слово Божье, то ты будешь этим делиться и ты не сможешь молчать. Да, то есть такие жуткие обстоятельства не заставили их замолчать. Скажите, пожалуйста, как все-таки понимали свою миссию первые христиане и апостол Петр в том числе? Это записано в Деянии 10 главе с 9 по 15 текст, а также 28-29. В Деянии в 10 главе записана история о том, как Петр пришел к Корнилию, к сотнику. Это очень интересная история в плане того, что Корнилий был язычником и ученики в то время понимали, что они должны проповедовать только евреям. Только на своей территории. Даже они проповедовали, скажем, уже не в Иерусалиме, они выходили за границы до Иерусалима, но все равно они проповедовали только евреям. И вот эта история показывает о том, как начали проповедовать язычникам. И это было тоже сложно, потому что не воспринимали другие ученики то, что можно проповедовать язычникам. И мы знаем, что было там много таких сложных историй. Давайте зачитаем Деяние 10 глава, текст из 9 по 15. На другой день, когда они шли, приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть между тем, как приготовляли. Он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящих к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того «Ты не почитай нечистым». Это было трижды и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, оставались у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. И сказал им, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Интересно, что вот это видение, которое было дано Петру, оно никак не указывает на то, что вдруг иудею стало позволено есть нечистую пищу всяких пресмыкающихся и, возможно, еще там что-то было представлено. Как раз-таки речь шла совершенно о другом, речь шла о том, что иудеи не должны пренебрегать другими людьми. Вы знаете, считается так, что Бог не позволял евреям общаться с язычниками, да ничего подобного. Это они сами создали вот эти вот границы и барьеры, да, вот они сказали, у нас храм, у нас здесь Бог живет и нам этого достаточно, чтобы быть особенными, быть отделенными. Но Господь желал другого. И действительно, как бы ни странно это прозвучало, но ранее церковь как раз-таки пребывала в зоне комфорта. Помните, как хорошо у них все складывалось? Поначалу они были популярны, любви у окружающих, каждый день к ним присоединялись люди, у них было общинное сосуществование, все у них было по согласию, везде царил порядок и идиллия. Но разве не кущи, о которых мечтали ученики? Но вот наступило годиное испытание, что обычно и происходит после подобного благоденствия. Начались гонения, много людей пострадало. Никак нельзя сказать, что это то, о чем мы обычно мечтаем или планируем. Но именно эти печальные события сподвигли христиан рассеяться и стать носителями благой вести по всему миру. И опять-таки один из видных деятелей церкви, апостол Петр, проявляет малодушие, не желая не то, что благовествовать язычникам, но даже сообщаться с ними. Но Бог трудится над ним. И в итоге он говорит «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Как сегодня дело обстоит у нас, носители миссионерской вести? Готовы ли мы согласиться с апостолом Петром и сказать, что по Божьему повелению для нас все люди равны для вести спасения? этот вопрос как никогда актуален сегодня? Как интересно работает Бог, да? Он посылает именно Петра к язычникам, который не хотел. Он выводит его из зоны комфорта, да? Потом уже Павел был апостол язычником, Петр все-таки остался с евреями, да? Но Бог посылает именно его, не кого-то другого из учеников, а именно его. Да. О нем больше, чем о ком-либо написано. заметили, что вот именно жизнь апостола Петра освещается в Евангелиях больше всего. Как Господь призывает его, какой он импульсивный по направлению к призыву Богу. Я, Господи, да я уже все, я уже и по воде иду, и тут тонуть начал. Рыбу будем, ничего не словили, а уже тащим полно рыбы этой. То есть понимаете, как вот он очень такой вовлеченный, вот, но у него очень много недостатков, очень много недостатков, он горячий, он импульсивный, он холодный, горячий. Знаете, почему? Потому что он становится отцом церкви потом. Господь говорит, я на камне, Петр, я на тебе построю церковь. Что значит отцом церкви? Вот в те тяжелые времена, когда церковь начинает гнать, он становится отцом и утешителем. Вы знаете, он приходил к этим людям, которые вот на смерть были обречены, и он их умело утешал и ободрял, и люди шли, люди шли на смерть, вот, к львам и ко всему, потому что вот Господь из вот этого яркого, сильного, импульсивного, горячего, вот он делает вот такого сильнейшего лидера. Лидера такого больше не будет, именно церковного. У апостола Павла у него другая миссия. Он пошел, у Андрея другая миссия, он дошел аж до Европы. Вот, а вот апостол Петр, у него, конечно, удивительная судьба. Если сегодня посмотреть на нас с вами, с чего же мы можем начинать свою миссию, вот если вот так вот практически посмотреть на нашу жизнь? Ну, во-первых, с своего дома, со своей семьей, со своих детей, даже из самого себя, сначала. С окружающих, да. Научиться смиряться перед Господом, перед Его истиной. Вот, мне кажется, золотые слова научиться смиряться, да, потому что очень часто нам не очень-то хочется и комфортно смиряться. и когда мы проповедуем, когда мы кому-то рассказываем о Христе, очень важно, чтобы мы не пытались переубедить кого-то, что он неправ, а раскрыть Христа. И этот человек сам по истечении времени будет понимать, что он ошибался в каких-то аспектах, моментах. То есть не убеждать человека, нет, ты неправильно мыслишь, а он сам должен прийти к этому выводу. Вот это тоже очень важный момент, мне кажется, в нашей миссии. А еще мне кажется, что нужно, чтобы наша жизнь была такой, чтобы люди, смотря на нас, видели, какая у нас хорошая жизнь. Не в плане того, что у нас нет каких-то переживаний, каких-то проблем, но именно то, что мы имеем в Боге, и они сами хотели иметь тоже. Они хотели, чтобы мы их познакомили с Богом. все должно начинаться именно с нашей жизни, и наша личная жизнь каждодневная, каждый день, каждый час, каждую минуту, это наше первое миссионерское поле, я думаю. Вы знаете, есть такое выражение, я давно с ним уже встречалась, и оно мне очень нравится. Об одном человеке было сказано, он проповедовал всю свою жизнь, и иногда даже языком. Я как-то читала про Еноха, как пророчество описывает, как он каждый день или каждое утро он выходил где-то на природу, он общался с Богом, и только после того он выходил в свой город или в свое селение, где он жил, и он уже мог излучать тот свет. Как бы все начинается с общения с Богом, с сердца. я об Енохе тоже читала в «Утреннем страже», когда-то давным-давно это было, и там рассказывалось, тоже так запомнилось мне, что каждый день Енох встречался с Богом, и они вместе гуляли. и под закат дня уже Енох говорил «Боже, уже поздно, мне нужно возвращаться», и он возвращался домой. И вот один день они гуляли, и Енох опять же говорит «Боже, уже вечер, мне нужно возвращаться», а Бог говорит ему «Нет, сегодня мы ближе к моему дому, идем со мной». Здорово. Да, действительно, наша жизнь, она должна быть такой, чтобы люди, глядя на нас, они хотели прожить такую же жизнь, а не наоборот. Да, и следующий вопрос вытекает из предыдущего. В чем же должна заключаться вот эта суть благовестия, о которой мы говорим? Как она вообще выглядит, благовестие? В чем его суть? Благовесть заключается в трехангельской вести, это неотъемлемая часть нашего служения, как мы уже говорили даже в предыдущем уроке. Откровение 14, 14 глава с 6 текста «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И говорил он громким голосом «Убойтесь Бога и воздайте ему славу, ибо наступил час Судаеву, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божье, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучен в огне и сере пред цветами ангелами и пред агнцами. И дым мучения их будет восходить во все веки и не будет иметь покой ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его и принимающий начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Да, трехангельская весть – это является основой адвентистского служения, адвентистской миссии. Сердцевиной, мне кажется. Да, сердцем и основой. И действительно, вот эта фраза, это, что всем языкам и народам эта весть должна быть доступна. Вот, у нас не должно быть каких-то предвзятостей перед кем-то, мы не должны смотреть на людей свысока или же делать какие-то свои умозаключения по поводу их будущего. Как мы упомянули, что каждый достоин услышать весть Евангелия. Чувство исключительности и предрассудки противоречит Евангелию. Подобно ученикам Христа, нам есть чем делиться с людьми, близкими и дальними. Вопрос заключается в том, хочется ли нам покинуть зону комфорта и изменить свое мировоззрение по отношению к определенным людям. Но, как говорит Священное Писание, эта проблема существовала и до нас, даже в среде тех, кто непосредственно общался с Иисусом. А если так, то у нас есть надежда, что с Божьей помощью поручение Христа быть Его свидетелями выполнимо. Как мы уже говорили, каждую неделю, каждый урок нам будут предлагаться практические занятия, задания. И вот в этот раз нам предлагается подумайте и составьте список групп людей в нашем сообществе, которым ваша община до сих пор еще не свидетельствовала. Интересно. А также задания с усложнением. Начните молиться о возможности в ближайшем будущем участвовать в миссии для упомянутых выше людей. Часто призыв к миссии ассоциируется с тем, чтобы делиться благою вестью в информативной форме. Несомненно, в этой вести много информации, начиная от Эдема и до Новой Земли. Но Божий призыв это не только рассказы о Боге и распространение литературы, это нечто большее, а именно как мы проживаем свою повседневную жизнь, какое активное влияние оказываем на ближних и тех, кто еще не познакомились с Иисусом. Божий призыв это двойное благословение, это не ущербная жизнь отшельников. Когда мы воплощаем Божие призвания в своей повседневной жизни, благословения возвращаются к нам от людей, от которых мы порой и не можем ожидать. Так было во времена Авраама, так есть и сегодня, потому что Иисус сказал, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Будем молиться о получении этой силы, чтобы стать достойными свидетелями Христа. Христа.